Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем очень интересную серию роликов, посвященных алюминиевым профилям Fairgips, которые предназначены для того, чтобы делать теневые потолки из гипсокартона, скрытые ниши, вот такие вот декоративные перегородки из алюминия, световые туннели и много-много чего интересного и сложно сочиненного. Сегодня у нас, получается, первый ролик. Начнем мы, получается, с базы, а именно теневого потолка из гипсокартона с подсветкой. А, вот с этого момента попадут. Начинаем мы знакомство с системой Fairgips с безрамного профиля BP-80. Я его показываю сейчас наглядно в разрезе, потом уже мы на потолке, естественно, увидим и сам монтаж, и набор профилей для потолка из гипсокартона, и подшипку самих листов. Начнем, как говорится, с самого интересного и вкусного. Вот он, профиль, получается. Это довольно многофункциональный, практичный профиль и легкий в монтаже. В чем вы еще раз убедитесь, а сейчас Дима, я думаю, покажет вторым окном, как это примерно будет выглядеть впоследствии на потолке. То есть есть специальный зазор для соединения профиля, есть внутренние, получается, пази, куда вставляется светодиодная лента и рассеиватель. Есть, получается, все продуманная часть, куда подходит гипсокартон и даже зазор, который потом заполняется шпаклевкой. Все по уму, все продуманное, естественно, его разрабатывали целый консилиум специалистов, которые, в общем-то, и систему придумали. Изначально он алюминиевый, соответственно, серебристый, можно покрасить черный цвет, можно покрасить белый цвет, любой цвет, который вы только пожелаете. Хотя, на самом деле, самая главная фишка у этого профиля, я считаю, это псул, то есть расширительная лента, которая впоследствии может обтянуть любые фигурные стены. На практике тоже покажем, пока начнем, в общем-то, с азов, а именно с монтажа на потолке. Естественно, изначально профиль БП-80 запиливается под 45 градусов, для этого обязательно потребуется рцевая пила, соответственно, с диском, подходящим для алюминия. Естественно, сам запил идет в внутреннюю часть, профиль ставится так, как он будет потом располагаться на потолке, в нашем случае, то есть кверх ногами, но именно в том положении, как он и будет по вертикали находиться. Главное, не перепутайте сторону реза, куда что запиливается, это очень важно, потому что, как бы, все стоит денег, соответственно, такие неправильные резы могут, как бы, увеличить бюджет работы. Напарник, сегодня со мной работает Николай, чуть позже его увидите в кадре, придерживает профиль в нужном положении по высоте, я минимально его зарезаю вовнутрь. Пока мы никакие размеры не снимали, просто подгоняем две палки в один из углов. Отпиливаем. Обязательно очки, ребят, не допускайте наших ошибок в детстве. В принципе, вот так вот рез под 45 градусов должен выглядеть в идеале. Болгарковый, конечно, так, я уверен, ребят, к сожалению, не отпилить. Ребят, сразу предупреждаю, это не наш объект, это демонстрационный зал компании Fairgips, соответственно, оборудованный бокс из 2,5 на 2,5, где происходит показательный монтаж потолочных систем как для натяжных потолков, так и для гипсокартонных потолков. И у нас 4 вот бокса, в которых мы будем все наши ролики, по сути дела, снимать. Теперь мы взяли уже подрезанный, ребят, показываю, профиль под 45 градусов, стороной, где у нас вставляется подсветка, она идет к стене. Мы просто сейчас ставим угол профиль с моей стороны, прижимаем, получается, к потолку, как будет у нас, упираем стену, и Николай, получается, замеряет подрезку, который нам надо теперь вырезать. Вот, смотрите, лучше, конечно, все эти размеры, которые вы снимаете, где-то записывать, вплоть до того, что на стене, если это черновая стена, либо на руке, либо на потолке, ребят. Ну, тут смотрите сами, главное, чтобы размер у вас был. Теперь еще раз, даже не снимая профиль, проконтролировали, чтобы задний бортик упирался в стену, и внутреннюю часть прочертили. Это делается для того, чтобы установить монтажные уголки. То есть я прочерчиваю, Коля тоже дальше прочеркиваю. Уголки вот такого вот типа, их выбираем для понужной нам высоте, то есть это довольно большой уголок, а учитывая, что у нас потом еще будет спляться система потолочного профиля 28 на 27, мы сейчас подберем, либо подрежем уголки поменьше, и по этой линии через 40-50 сантиметров их будем параллельно накручивать. То есть все у нас сделано из ДСП, накручивать легко, если, конечно, это бетонные потолки, то тут придется использовать анкер, ну или систему дебель-гвоздей. Мы все-таки делаем через 50 сантиметров, здесь берем уголок, ставим в нужное положение, ориентируемся на линию, которую мы протерлили, где-то миллиметр можно чуть глубже сделать. Вот, и цепляем. Тут саморез по дереву, как я говорил, довольно легко, играючи, то есть закрутили, смотрели, насколько хорошо держится, можно делать дополнительные отверстия, если как бы перфорация не подходит близко к краю, можно воспользоваться вот такими вот промежутками, главное, чтобы уголок держался хорошо. И когда периметр полностью готов, мы идем уже соединять наши входы. Данный вид профиля, как и любой другой, который мы будем вам показывать, с которым мы будем работать, соединяется между собой с помощью вот таких вот, скажем так, сухарей. Есть прямые соединения, в дальнейшем мы вам покажем угловые соединения, есть также соединения под углом 45 градусов. В данном случае у нас прямое соединение, с помощью вот таких соединителей, в дальнейшем мы их будем называть сухарями. Гайка с шестигранником закручивается и все, никаких сверлений, отверстий и прочего не нужно. Очень удобно, я бы сказал. Все элементарно и просто. Главное, все соединять, кстати, на ровной поверхности, это тоже важно, а то поставить на что-то кривое, да, скрутить ее вообще же. Так и есть. Но здесь есть большой плюс, потому что ширина пластины равна ширине пазы, поэтому плюс-минус автоматически оно все выравнивается. Все продумано. Ребят, смотрите, теперь очень важный момент. Сейчас мы завели, получается, профиль за уголки и будем выставлять высоту нашего потолка. Для крепления будем использовать саморез с пресс-шайбой со сверлом, именно 13.4.2 на 13. Они будут пробивать первую, то есть заднюю стенку профиля и заходить в межпространственное расстояние, которое находится между задней и передней стенкой. В общем, то есть они у нас никуда наружу не будут, это вы должны понимать. Теперь высоты потолка. Сам профиль, получается, высота у него 70 мм, то есть 7 см. Мы отодвигаем его обязательно от потолка, не надо крепиться в первый профиль, то есть вплотную. Если у вас потолок завален, то вы впоследствии горизонт не сможете вырвать. Поэтому я всегда рекомендую делать такое техническое расстояние до потолка, где-то 1-2 см. При этом потолок у нас тогда в сборе с гипсокартоном получился всего 8,5 см. Это не так много. В принципе, если очень постараться, можно прижаться выше. Можно выбрать, например, систему BP-30, которую мы впоследствии, надеюсь, тоже покажем. Она как бы намного уже, соответственно, потолок у вас будет опускаться с наименьшим расстоянием от перекрытия. Как я говорил, мы от уголков взяли линию лазера, то есть у нас сейчас стоит лазер 360 градусов. Он отбивает по периметру линию, которая дает нам горизонт. То есть вся задумка заключена в том, что у нас получается линия, это нижняя грань профиля черновая, куда впоследствии будет подходить гипсокартон. Плюс между линией и верхней частью монтажного уголка 30 мм. То есть сюда еще поместится профиль 28 на 27. По идее, если уголок не даст вам ставить профиль 28 на 27, можно сделать парящий потолок, но в принципе это сложнее. Мы сейчас просто весь профиль BP-80 еще и впишем каркас потолка. То есть между уголком и нижней гранью профиля у нас 30 мм. И мы спокойно по этой линии сейчас выставляем и крепим саморезами с перешагом. То есть вы видите, делается это очень легко, не надо ничего насверливать. Алюминий мягкий, то есть в одном крае закрепили. Сейчас я николаю дам шурпай, хотя у него есть и свой. И он закрепит с другой стороны. Плюс мы дополнительно, обратите внимание, где есть стык двух совмещенных профилей, лучше поставить дополнительный еще уголок. То есть после того, как мы закрепили основную часть. Плюс мы еще свяжем потом профилем 28 на 27. Получается оба стыка нижних. Потому что мы сверху уже закрепили, а снизу еще не закрепили. То есть вот так вот. Таким образом будем монтировать, чтобы шайба закрепила обе стороны профиля. Тут, ребята, мы за кадром стали обсуждать очень важный момент. А если угол не 90 градусов, здесь у нас получать старались сделать 90. То есть 89 с лишним. Тут угломер лазерный нам очень помогает. То есть это допустимая погрешность в таком углу. То есть можно считать его 90. Если углы развернутые, острые, естественно, их надо мерить. И, соответственно, потом на торцевой пиле все это выставлять. И запилить угол, естественно, под тем углом, который вам нужен. Дик, подержи, пожалуйста. Плюс еще такой момент. То есть соединение угловыми сухарями на таком периметре, оно, по сути дела, практически невозможно. Мы не сможем собрать весь контур, то есть на сухари, а потом поднимать вдвоем, да даже втроем, получается, всю эту конструкцию. А если комната еще больше, то это практически невозможно. Поэтому каждую отдельную сторону мы соединяем. То есть по факту при необходимости можно поставить угловые соединения. Да, Коль, вот сюда, вот, то есть чуть выше, и этот угол выставить. Либо это можно сделать при помощи вписанного каркаса и профиля 28 на 27. Несколько вариантов. Главное, естественно, чтобы здесь вот профиля как бы стояли стык в стык. Конечно, можно чуть-чуть поиграться, но все можно при желании подогнать. То есть это индивидуально. Углы это всегда индивидуально. Ребята, то есть не надо опираться только на то, что мы показали 45, и просто на дубнике все это повторять на каких-то кривых стенах и потолках. Учитывайте свою ситуацию. То есть это вот так вот выглядит. Сейчас мы крепим второй профиль, соединив предварительно, получается, отрезок более маленький. И выставляем по той же линии, и идем по периметру, соответственно, кольцом полностью. Система наших профилей из алюминия. Серый гипс. А потом ты снова это делаешь. И снова, и снова, и снова. Итак, переходим, получается, к монтажу каркаса. Сейчас мы по периметру пускаем, вот где я показывал грань черновую профиля BP-80, профиль 28 на 27. Обычно мы используем кунаву с толщиной стенки 0,3. Здесь у нас как бы демонстративность все-таки, каркас взяли попроще. Стандарт, ничего страшного, в этом случае можно ее использовать. А обычно, конечно, для потолочных систем я рекомендую исключительно кунаву. По сути дела, лазер уже можно выключить, просто лень туда залазить. Профильная вот она стоит по этой грани, соответственно, уже туда будет подходить сам гипсокартон. Рукой контролируем, получается, вылет профиля. И теми же саморезами с пресс-шайбой крепимся, ну, тут в этом случае желательно верхнюю часть профиля, чтобы не попасть в паз для светодиодной ленты. И весь периметр, профиль 28 на 27 пускаем. Тут никаких сложностей нет. И у нас будет периметр каркаса готов. Следующим шагом это расстановка подвесов под профиль 60 на 27. То есть, именно из профиля 60 на 27 будет основное заполнение каркаса. Какие есть варианты? То есть, нас интересует расстояние между профилями. Стандартный размер это 60 сантиметров по центральным осям профиля. Потом, как бы, все технологии рекомендуют делать контур обрешетку. Через 50 сантиметров на крабы собираем, то есть, еще поперек линии. Мы от этого способа давно оказались. Мы делаем усиленный каркас без контура обрешетки. Но делаем через 40 сантиметров. То есть, 40, 40, 40, 40. И тогда у нас всегда, то есть, лист, если мы начинаем с целого листа, попадает на середину профиля. Замечательно. Поразительно. Гениально. То есть, не 60, а 40. Мы начали с той стороны размечать через 40. Соответственно, сюда подошли. Вот у меня над головой одна из окрепеток. Нам надо, как бы, сделать и отбить линию. Делаем это при помощи на отбивочной линии. То есть, напарник держит с одной стороны. И я, получается, отбивочную линию натягиваю. И не спеша, а аккуратно даю линию. То есть, по этой линии мы будем выстраивать подвесы. Они будут становиться, естественно, поперек. Через сколько, получается, у нас идут подвесы, какое расстояние уже между самими подвесами. Тут особых, как бы, получается, норм нет. Обычно это 60-80 сантиметров. Смотрите сами, исходя из ширины вашего потолка. Начнем с того, что, естественно, у нас, как я сказал, деревянное основание. ДСП. Крепимся обычным саморезом по дереву. Если у вас бетонное перекрытие, как и положено, то надо крепиться анкер-клиниями металлическими. Не дюбель-гвозьями, а именно анкер-клиниями. Это положено по нормам пожаробезопасности. Не надо мне там писать, что типа анкер-клиния, это как бы не камильфу. Так положено. Поэтому, ребят, если хотите делать надежно, правильно, тем более, если это какие-то коммерческие большие помещения, то обязательно металлические анкер-клиния. Сам подвес. Вот он, стандартный подвес КНАУФ. То есть, прямой подвес называется. Сразу отмечаю, что рабочая длина, получается, вот этой ножки 11 сантиметров. Если у вас расстояние больше, то такой подвес уже не совсем подойдет. Какие есть варианты подвесов? Я тут немножко, как бы, закупился. Прежде всего, виброподвес. Хорошая история, стоит очень дорого. Раз 10 дороже, чем обычный прямой подвес. Плюс, что крепится вот эта серая стороной к потолку. Такой вот подвес дополнительно съедает до 2 дБ шума. Видел чудеса техники? Но такого! Не считаю, что это слишком много. То есть, например, кричащий телевизор, это 70 дБ шума. 2 дБ в принципе, сожрать лишнее не будет. Но все-таки всего 2 дБ. Но у него есть еще один плюс. То есть, ножка, рабочее расстояние ножки выше. Давайте больше, 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 больше. Сколько получается? То есть, 15 сантиметров. Уже неплохо. А если, как бы, нам шум не надо гасить, а расстояние больше 15 сантиметров, тогда берем вот такой вот пружинный подвес. Так называемая лягушка. Вот спица. Вот понимаете, что такой подвес можно устанавливать практически до полуметра смело. Пружинный подвес я не очень люблю, потому что была история, что что-то случилось, скажем так, с пружинкой. Возможно, некачественный был подвес. И, скажем так, часть потолка немножко сползла. Это было один раз всего на моей практике. И больше, вроде, никаких проблем с этими подвесами я не встречал. Вот эта часть, как вы понимаете, вставляется в профиль 60 на 27. И, соответственно, после этого спокойно выставляем. То есть, подвес можно подобрать, исходя из вас их... Из вас их... То есть, подвес можно подобрать, исходя из ваших технических задач. Мы сейчас скрепим все до конца и уже переходим к профилям 60 на 27. Итак, профиль 60 на 27 расставили за кадром. Смотрите, какая ситуация. Замеряем чистый размер от стороны, противоположной стороне. Вырезаем профиль на где-то 10 миллиметров меньше. Чего мы это делаем? Для начала ставить удобнее. Во-вторых, получается, должен быть ход у профиля туда-сюда. По периметру мы его никогда саморезами с пришайбами не цепляем. То есть, по сути дела, если есть какие-то линейные подвижки, расширения, профиль на каркасе их тоже вот 60 на 27 отыгрывает. Плюс это даст нам возможность потом сам гипсокартон по периметру, получается, направляющий профиль зацепить. Это надо, чтобы сделать шумоизоляцию лучше. И, соответственно, если профиль как бы линейные расширения отыгрывает, в принципе, допустимо, сам гипсокартон не крепить. Шумоизоляция лучше, а линейные расширения от этого не пострадают. В общем, это наш личный опыт. Как вы заметили, по направляющему периметру мы демпферную ленту, например, не ставили. Я ее не очень люблю. Но вот за счет, как бы, получается, подвижа каркаса, соответственно, мы всегда стараемся все подвижки, скажем, максимально минимализировать. Теперь нам надо профиль выставить. Делается это двумя способами. Соответственно, первый способ, это старая-старая классика. Она оттягивается поперек каждой линии подвесов, получается, тонкая капроновая нить. Профиля все поджимаются, кроме одного, и начинается там один за одним каждую линию по капроновой нити выставлять. Мы это сейчас на канале показывали. Это все есть. Если вам интересно, можете посмотреть. У нас, учитывая, что потолок не очень большой, сделаем мы, как бы, быстрее. Мы взяли алюминиевый провел недорогой, подрезали его по нужному нам расстоянию. Соответственно, напарник провила прижимает по линии подвесов. Второй, получается, человек, мастер саморезы с пресс-шайбой закрутием. В этом случае используем саморезы с пресс-шайбой без сверла, заметьте. Если вы рассверлите профиль саморезом со сверлом, потом получается слишком большое отверстие, соответственно, там есть небольшой ход у профиля. Это не надо. Берем саморезы, просто острые, без сверла. Смотрите, ребят, я держу провила. Соответственно, оно касается с двух сторон профил 28 на 27. Держим очень крепко, то есть профиль не должен провисать. Сейчас Николай, получается, саморезом без сверла цепляет подвесы. Старается крепить где-то посередине профиля, чтобы он не был слишком низко. Тогда будет мешать загнуть лишнюю часть подвесы. Сразу с двух сторон. Можно начать с любого здесь профиля. Главное, чтобы напарник, то бишь я, не отпустил провила. И оно не ушло. То есть по такому принципу цепляем одну линию и переходим к следующему. И, по сути дела, после того, как у нас все подвесы закреплены, по идее мы можем зашивать гипсокартон, но сначала нам, естественно, надо сделать светодиодную подсветку. Ребят, смотрите, что мы сделали. Соответственно, с обратной стороны мы прикрепили два блока питания. Они должны, получается, обслуживаться. Их в идеале делать, если вы делаете у себя в квартире где-нибудь в щитке, в электрощитке, либо в шкафе, в купе, где у вас всегда есть доступ. Сколько бы времени не прошло, они все равно, рано или поздно, несмотря на то, что у нас классные блоки СВГ, все равно выйдут из строя. Обслуживать их надо. То есть мы их сделали с обратной стороны, как бы они у нас выносные. И, соответственно, сейчас раскладываем светодиодную ленту, как я сказал. Она 5 метров, соответственно, с двух сторон припаяны. Получаются уже проводки, припавить нам ничего не надо. Мы здесь и с обратной стороны также сверлом по металлу десяткой сделали отверстий. И теперь я в эти отверстия пропускаю проводки, чтобы они с этой стороны у меня были внутри потолка. И начинаю ленту раскладывать, получается, в тот специальный паз на профиле BP-80, который я показываю. Естественно, лента самоклеящаяся, я снимаю заднюю бумагу с задней стороны и спокойно ее вклеиваю. А мне помогает, как всегда, Николай. Чуть размотаемся и начнем лучше. А учитывая то, что у нас две ленты в разные стороны расходятся лучше, и в идеале их запускать вместе, иначе потом просунуть будет очень сложно. Плюс, чтобы провода потом отличить, можно одни из них сделать с определенной пометкой. Я намотал малярный скотч, также можно применить, я думаю, какой-нибудь маркер, который, в общем-то, не стирается. Так, завели с Божьей помощью и всем коллективам. Теперь снимаем дальше заднюю бумагу и спокойно, не спеша, вклеим сначала одну полосу, потом, получается, перемещаемся ко второй классе. Доходим до противоположного отверстия, и там уже выводим провода по такому же принципу. Мы переместились на дальний край, здесь тоже оба конца светодиодных ленты выпущены, но уже с небольшим запасом светодиодной ленты в потолок. Я не буду ее обрезать, потому что придется напаивать новые проводки. Сейчас мы, если бы это был натяжной потолок, должны были, получается, остатки светодиодной ленты заизорировать, допустим, изолентой, чтобы она не просвечивалась сквозь потолок. Под гипсокартоновый потолок это не принципиально, мы оставляем в таком положении. Будет еще отдельное подробное видео по подключению светодиодных лент, по выбору блоков питания, поэтому сейчас я буду показывать просто, что мы делаем. Соответственно, если у вас возникнут вопросы именно под этим видео, go в комментарии, все оставлять. Сейчас я подключаю клеммники ВАГа, получается на каждый провод по одной клеммой. Напоминаю, что клеммники ВАГа в идеале должны быть обслуживаемые, то есть, соответственно, к ним должен быть доступ, потому что есть такая вероятность, что все-таки, несмотря на то, что они могут проработать вечно, могут и сломаться. У нас другая история, как бы у нас потолок, как вы понимаете. Просто для демонстрации полученного результата мы их ставим без всякого сомнения. То есть, на каждый провод по ВАГу. То есть, у меня тут тройные, можно было поставить, в принципе, двойные. Сейчас у нас пойдут два провода. От каждой ленты получается один провод до блока питания. То есть, у каждой ленты свой блок питания. Соответственно, два провода идут с конца 5-метровых лент. И также два провода будут запитаны сначала. Я вам рекомендую делать подключение именно так. Если лента подключена с двух сторон, то она будет работать намного корректнее. То есть, сейчас мы просто от этих клеммников ведем провода к блокам питания. И что в итоге мы получаем? У нас приходят два провода с разных концов. От первой ленты на блок питания подключены плюсы и минусы. Их старайтесь не перепутывать, иначе вы просто ничего корректно не будете работать. И, соответственно, ко второму блоку питания приходят другие два провода. Уже со второй лентой, которые тоже правильно, как надо, подключены. Соответственно, питание подведено. Естественно, перед тем, как зашивать гипсокартон, надо светодиодную ленту подключить, когда все готово, и проверить. Что значит проверить? То есть, мы должны увидеть, что весь периметр светит однородно. Почему, например, могут быть проблемы, например, в выводах ленты у нас их два, там может быть прогалы, там провод не протянули. Либо, получается, где-то светодиодную ленту уже в пазе перекосило профили, и она светит не получается прямо в стену, а получается в одну из сторон. Когда получать свет, такой пучок рассеянный, это сразу заметно, то есть ленту надо просто рукой залезть и поправить. Дальше, по самому свету. Кто хоть раз сделал светодиодную ленту в прошлом, по стариночке, ничему не удивляется. То есть, свет довольно яркий, бьет в стену, при этом, как бы, линия горизонта, как вы видите, идет волной. Так получается практически всегда. И, казалось бы, как это устранить, как исправить, как с этим бороться, система фиргипса все за нас продумала. Есть специальная вот такая вот мягкая вставка-рассеиватель, которая вставляется в паз, где у нас находится светодиодная лента. То есть, у нее есть гребень, он цепляется и идеально получается, как бы, ну, обтягивает периметр пазы. Какая разница, что это дает? Давайте я вот на таком маленьком кусочке вставлю, и вы все наглядно увидите. Ну, я думаю, тут даже комментировать особо не надо. То есть, у меня старый свет без рассеивателя слева, справа, и только здесь действительно с рассеивателем все выглядит идеально. То есть, мягкий свет, никаких неоднородных волн, линий, прогалов, ничего нету. То есть, именно так я бы хотел, чтобы было и у меня дома, и, надеюсь, так будет и у вас дома после ремонта. Вы уверены в этом? Я в этом уверен. А я тебе это гарантирую. Итак, рассеиватель вставили, и теперь у нас, получается, освещение стало мягким, однородным по всему периметру. Своя цель мы добились. Но это еще не все. Профиль эфир гипса BP-80 подразумевает еще монтаж вот такой вот расширяющейся ленты PSU. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Опять же, наоборот, все. То есть, она лентом монтируется внутрь нашей ниши, в самую верхнюю часть. Вот так вот это выглядит. И, соответственно, после того, как мы ее наклеили, оклеим ее сразу после распаковки. Иначе она, смотрите, что происходит. Вот она, наша лента. То есть, она расширяется и дает определенный эффект. Какой? Сейчас я вам покажу на отдельном стене. За счет ленты PSU мы можем, получается, повторить любые сложно сочиненные, получается, рельефы нашей стены. Будь то гипсовые 3D-панели, как здесь, либо, получается, декоративный камень. Как вы понимаете, это действительно вроде и простое решение, но одновременно очень технологически правильно и эффективно. То есть, после того, как мы снимаем защитную бумагу, лента не сразу расширяется. У нас, получается, есть еще там минутка-другая, чтобы ее приклеить под самый верхний. Саму обшивку листов можно начать как-то с самого края, откуда ввели разметку профилей. Либо я сразу вам показываю способ, когда стены вообще не имеют никакой геометрии. Начинаем с середины первого профиля, 60 на 27. А в крае уже идет подрезка, соответственно, мы идем в другую сторону, и там тоже получается подрезка. Первый лист у нас целый, никаких стыков на нем нет. Если есть стыки, соответственно, сразу устанавливаем на стыки. Мы стык делаем из кусты, то есть могли зашить целыми полосками. Специально сделаем стык, чтобы потом уже прямолярный краб вот этот входить. На стыки мы ставим, получаем перемычки из профиля 60 на 27, цепляем их, соответственно, на вот такие вот специальные соединители. Крабы вставляются в профиль 60 на 27 сверху, соответственно, уже потом в другом направлении идут перемычки. То есть перемычка должна оказаться ровно на стыке, то есть стык посередине перемычки. Я думаю, это тоже понятно. Естественно, каждая новая линия, если есть, получается, стыки идут в разбежку с предыдущей. Тут нельзя как бы делать так, чтобы на двух полосах стыки продольные совпадали. Это важный момент. Где-то смещение надо делать хотя бы 40-50 террасантиметров. Также есть, по-моему, рекомендация от производителя, что подрезки слишком маленькие не делать, да? Там 30-35, ну, в общем, меньше 30 сантиметров, там, подрезки старайтесь все-таки на гипецкартоне не делать. Это тоже не есть хорошо. Сейчас мы прошиваем первый лист и, получается, делаем подрезку на следующем полосе. Сам шаг самореза стандартный, 15-20 сантиметров на потолке. Саморезы при закрученном устапливаем где-то на миллиметр. Не надо бумагу гипсокартона прорывать. Еще один важный момент. Желательно как бы по периметру фадшифти гипсокартона, чтобы у вас из заводского краев была снята фаска. То есть, обычно она снимается под углом где-то 45 градусов к стене. Так будет проще впоследствии шпаклевать. Это желательно. А на стыке, на потолке листов, где не заводская фаска, снимать под 45 градусов обязательно. То есть, нам нужен, получается, V-образный такой паз, который мы потом впоследствии будем забивать шпаклевать. Обычно, конечно, все это делают прямо на потолке. То есть, подкручивают листы и уже ножом снимают. Мы это вот еще раз показывали. Дело в том, что есть, конечно, и специальные рубанки, но они стоят денег. Там от полторы и до бесконечности. Зависит по существовому от полноты налитого стакана. Вот у нас как бы таджимы, это хороший вариант. То есть, им работать приятно. Сейчас быстренько покажу. То есть, ставим. Там стоит лезвие. И, получается, выбирая угол наклона, мы снимаем фаску. Ну вот, ребят, с полужару, то есть, потолок экспресс-способом зашпаклеван, на два раза покрашен. Смотрится, я считаю, очень солидно. То есть, теневой зазор вы сейчас прекрасно видите. Никакого дополнительного освещения, соответственно, потолке специально нет. Чтобы вы его заценили именно так, как есть. Наверное, стоит подвести какие-то итоги. Однозначно, профильная система Fairgips мне понравилась. Она значительно облегчает труд, ускоряет труд. Получается функционально, очень хорошо продуманно. Возможно, впоследствии стоит делать какие-то доработки. Мне вот именно при шпаклевке немножко было неудобно. Но, опять же, я подстроился. Единственная ошибка, которую я допустил в сегодняшнем ролике, она была. Это псу наклеили сразу. То есть, получается, мы как ворвались, получается, в монтаж профиля, так его весь и провели. Хотя, естественно, правильно надо было уплотняющую ленту клеить уже после малярных работ. Мне пришлось, то есть, на всем этапе монтажа и покраски и шпаклевки несколько раз заклеивать, получается, нишу, где находился псу. Все-таки, как бы, это поролон, на него попадает пыль. Это не очень практично. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому смело систему Fergibs берите, не пожалейте. Еще раз напоминаю, что это был лишь первый ролик из серии выпусков, посвященный этой профильной системе. В соседних боксах уже готовы есть, у нас, получается, световые туннели, скрытые ниши, декоративные перегородки. Все на канале будет. Все мы планомерно, этап за этапом, будем выкладывать. В том числе, кстати, и малярные работы. А на сегодня все. С вами были парни из камня. Делайте своими руками. Пусть это даже будут стульевые потолки из гипсового картона. Делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. Пожрали иди работать. Стандартный. Паспорт. То есть, единственное, что действительно мне пришлось сделать через жопу. Это сквозь. Пока. Продолжение следует...